Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и в этом ролике у нас в обзоре будет участвовать очередной телескоп от известного бренда Skywatcher, а именно короткофокусный рефлектор Skywatcher 114.5 EQ1. Поехали! Итак, друзья, на нашем канале уже было достаточно много обзоров на телескопы от известного бренда Skywatcher, в том числе и модели начального уровня, такие же как и наш сегодняшний гость, даже телескопы с аналогичным диаметром объектива 114 мм, однако вот эта короткофокусная компактная модель обходила наш канал стороной. Мы решили закрыть этот пробел и рассказать вам об этом замечательном телескопе. Кстати, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. У нас уже много интересных обзоров и информационных видео, а впереди будет еще больше. Не будем более тянуть, переместимся к телескопу и расскажем о нем поподробнее. Перед нами телескоп Skywatcher BK114-5EQ1, комплектация которого, помимо основного компонента оптической трубы, включает легкую алюминиевую двухсекционную треногу, простую экваториальную монтировку типа EQ1 и все необходимые для комфортной работы с ней аксессуары. Ручки тонких движений для двух осей, противовес для балансировки трубы и штангу для его установки. В собранном виде монтировка выглядит следующим образом. Более подробно о нюансах ее сборки и настройки вы можете узнать в отдельном видео на нашем канале, доступном по ссылке в углу экрана или в описании под роликом. Максимальная допустимая нагрузка монтировки EQ1 составляет всего 3,2 кг, что является достаточно скромным показателем. Добиться с ней хорошей устойчивости при использовании, например, дополнительного массивного обзорного окуляра или цифровой камеры для занятий астрофотографией не получится. Однако визуальные наблюдения можно вести с относительным комфортом. Оптическая труба телескопа устанавливается на монтировку с помощью двух винтов и крепежной пластины. Последняя имеет также дополнительное отверстие стандарта 1,4 дюйма, за счет которого трубу можно использовать с обычным фотоштативом. Наш телескоп Skywatcher собран. Поговорим о его оптических характеристиках. Прибор относится к классу рефлекторов Ньютона, то есть зеркальных, основные преимущества которых по сравнению с прочими оптическими схемами состоит в простоте конструкции, невысокой стоимости и большой апертуре, подразумевающей широкие возможности. Ролик на тему выбора телескопа, подробно раскрывающий достоинства и недостатки различных типов инструментов, также есть на нашем канале и доступен по ссылке на экране и в описании под данным видео. Судя по числам в номиновании модели, а также по маркировке на ее корпусе, прибор имеет апертуру, то есть диаметр главного зеркала равную 114 мм и фокус на расстояние 500 мм. Таким образом, наш телескоп имеет значение светосилы 1 к 4, что относит его к категории короткофокусных светосильных инструментов. Крышка объектива оборудована субапертурным отверстием для установки солнечных фильтров или диафрагмирования с целью уменьшения яркости при наблюдении Луны или снижения атмосферной дисперсии в случае неблагоприятных для работы погодных условий. При этом, конечно, придется пожертвовать разрешением и проницающей способностью прибора. Однако для рефлектора с таким небольшим объективом более целесообразным было бы размещение субапертурного отверстия не на оптической оси, то есть не в центральной части, где большая часть поступающего света экранируется вторичным зеркалом, а по краям от него. Главное зеркало нашей модели имеет диаметр 114 мм, а значит, теоретически максимальное доступное увеличение прибора составляет 228 крат. Однако доведение кратности до этого значения не имеет практического смысла по следующей причине. Зеркало, использующееся в телескопе Skywatcher BK114-5EQ1 сферической формы, что вкупе с коротким фокусом будет приводить к проявлению существенной сферической аберрации на больших увеличениях, сильно затрудняющей наблюдение. Таким образом, наш прибор относится к типу так называемых Rich Field телескопов, то есть обзорных инструментов, рассчитанных на работу с небольшой кратностью и максимально широким полем зрения, вмещающим единовременно большое количество астрономических объектов. Кроме того, инструмент можно позиционировать как телескоп базового уровня для изучения дальнего космоса, наиболее ярких туманностей, галактик и звездных скоплений. Обратите внимание, главное зеркало прибора нельзя юстировать, конструкции просто не предусмотрены регулировочные винты, судя по всему, оно просто приклеено к задней стенке корпуса трубы, что еще раз говорит нам о том, что мы имеем дело с простым инструментом начального уровня. Вторичное зеркало располагается на держателе-пауке с относительно толстыми растяжками, которые не столь существенно, но все же съедают небольшое количество света, поступающего на телескоп. Этот элемент оптической схемы оснащается тремя регулировочными винтами, поэтому базовую юстировку при необходимости можно осуществить хотя бы с помощью вторичного зеркала. Стоит отметить, что в линейке рефлекторов бренда Skywatcher есть похожая по параметрам модель BKP-114-5EQ1, также иногда имеющая под название Skyhawk, с параболическим зеркалом, о чем говорит наличие буквы P в маркировке. Данный прибор сможет обеспечить комфортную работу в более широком диапазоне задач, благодаря отсутствию сферической аберрации и возможности наблюдений на всем доступном диапазоне увеличений. Кроме того, зеркало имеют и истюровочные винты, за счет чего инструмент можно отрегулировать в случае, если оптические элементы при перевозке или активном использовании сместились от необходимого положения. В качестве поискового аксессуара производитель предлагает искатель с красной точкой без собственного увеличения. Прекрасное решение с учетом тех задач, для которых предназначен телескоп. В комплекте помимо самого искателя предусмотрена отвертка для его установки на крепежную планку на корпусе трубы. Точка проецируется на полупрозрачную пластину и после предварительной юстировки по двум осям, по яркой звезде или любому наземному объекту, при которой пользователь приводит в соответствии положение точки и центра поля зрения в окуляре, искатель с высокой точностью поможет вам наводиться на интересующий объект ночного неба. Телескоп оснащается пластиковым окулярным узлом с простым речным фокусером и стандартным посадочным диаметром 1,25 дюйма. Решение неплохо справляется с достаточно легкими аксессуарами, небольшими окулярами, линзами Barlow или специализированными цифровыми камерами. Однако для установки, например, цифрового фотоаппарата или какого-либо массивного окуляра посадочный узел несколько слабоват. В базовой комплектации модели можно найти два окуляра без наглазников в пластиковом корпусе с фокусным расстоянием 20 и 10 мм. Напомним, что общее увеличение системы телескопа можно рассчитать путем деления фокусного расстояния прибора на фокусное расстояние окуляра. Таким образом, с комплектными линзами доступны два значения 25 и 50 крат соответственно. В комплекте с телескопом вы найдете также полочку для хранения аксессуаров при активных наблюдениях, которая одновременно служит дополнительной распоркой треноги и придает большую устойчивость всей конструкции прибора. Также стоит отметить, что как и все короткофокусные телескопы, модели 114.5 крайне требовательны к качеству используемых аксессуаров. Комплектные окуляры, конечно же, помогут при первых наблюдениях и наборе опыта в работе с приборами, однако для раскрытия всего потенциала инструмента потребуются дополнительные линзы с минимальным количеством собственных искажений. По соотношению цена-качество неплохим выбором для данной модели станут окуляры Skywatcher WA с полем зрения 66 градусов, с фокусным расстоянием 20 мм для обзорного изучения протяженных областей звездного неба, наиболее крупных объектов дальнего космоса и с фокусом 9 мм для точечной работы по более компактным звездным скоплениям, туманностям и галактикам. Итак, друзья, телескоп Skywatcher BK11415EQ1 – это неплохой прибор для начала обзорных занятий астрономии, хотя и не лишенный определенных недостатков, который, тем не менее, позволит набраться опыта для дальнейшей более серьезной работы с небом и научит обращаться с оптикой. Компактная труба, легкая конструкция в целом, вес которой не превышает 7 кг, и возможность установки трубы на обычный фотоштатив делают инструмент очень комфортным при перемещении для астрономических вылазок налегке. Наличие экваториальной монтировки с механизмами тонких движений, при правильной настройке которой вести объект по небу, то есть компенсировать вращение Земли можно всего одной ручкой, а наводиться на искомую звезду или туманность, ориентируясь на координатные круги на осях – еще один плюс в пользу этого недорогого прибора. Что ж, самое время потестировать наш телескоп на практике. Для начала посмотрим, как хорошо он справляется с наземными наблюдениями при ярком дневном освещении. Перед вами изображение из 20-ти миллиметрового акуляра с увеличением 25 крат. Напомним, что рефлекторы дают перевернутое изображение, поэтому визуально объекты в них видны, говоря простым языком, вверх ногами, из-за чего зеркальные телескопы, как правило, не используются для наблюдений вне неба. Исправить положение картинки можно с помощью оборачивающего окуляра, однако он будет несколько ухудшать общее качество картинки. Чайка располагается примерно в 80-85 метрах от нас, и благодаря увеличению телескопа мы видим ее эквивалентно расстоянию всего в 3,5 метра при наблюдении невооруженным глазом. Стоит отметить, что изображение достаточно резкое, светлое и в принципе в целом неплохо читаемое, даже с учетом того, что мы снимаем камеры через окуляр прибора, что априори ухудшает общее качество изображения. А так выглядит область, за которой мы наблюдали с нашей обзорной точки без увеличения. Луна с 20-мм окуляром выглядит следующим образом. В зоне терминатора хорошо различимы крупные и мелкие кратеры, а также прочие детали рельефа. Реальное поле зрения прибора, как мы и говорили ранее, достаточно широкое, даже с комплектным окуляром. Помимо наблюдения естественного спутника нашей планеты, с телескопом доступна и обзорная работа по другим объектам Солнечной системы. Например, вы сможете увидеть серп Венеры, Юпитер с облачными поясами и наиболее крупными спутниками, Сатурн с кольцами и диск Марса. Итак, друзья, как мы поняли в ходе нашего сегодняшнего обзора и теста, модель Skywatcher 114.5 EQ1 — это действительно неплохой телескоп начального уровня, однако несколько ограниченный по функционалу, а именно заточенный на определенные задачи. Обзорные наблюдения звездного неба, протяженных широких звездных полей и наблюдения за объектами дальнего космоса на начальном уровне. Несмотря на то, что телескоп обладает сферическим зеркалом и коротким фокусом, со своими задачами он справляется на ура, главное не нагружать его слишком большими увеличениями. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также не забывайте оставлять в комментариях ваши вопросы и пожелания по тематикам будущих видео на нашем канале. Давайте общаться и делиться информацией. Ну и не забываем, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине Апсервер МСК. Приобретайте оптику с Апсервер по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Апсервер по самым выгодным ценам.